Это программа объективное интервью. Здравствуйте. Сегодня мой собеседник Александр Герасименко, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в декабре, конец года, ну и самое время подводить итоги года уходящего. И давайте с вами затронем вопрос наиболее важных транспортных развязок, которые были открыты в этом году. И начнем с Южного обхода. Открыт он был в сентябре, то есть сейчас уже можно говорить, что в Нижнем Новгороде появилась такая полноценная объездная дорога. А вот за время, за эти месяцы работы Южного обхода, какую бы оценку вы дали? Действительно, очень такой удачный проект для нас. В сентябре месяце мы открыли движение. Мы построили 14,6 километров новой автомобильной дороги первой технической категории, пустили движение, к этому серьезно готовились. И надо сказать, что мы сами не ожидали той востребованности данной автомобильной дороги, которую мы планировали построить. Потому что вы сегодня сказали вопрос о целостности обхода. На самом-то деле обход Нижнего Новгорода еще не имеет законченный вид, который должен быть. То есть еще есть продолжение четвертой очереди строительства, которое будет финансироваться за счет других источников, минуя областные средства. Но результат, который на сегодняшний день мы имеем, он для нас очень такой емкий. Потому что даже с первых часов, когда мы запустили движение, уже на следующий день интенсивность составляла порядка 18 тысяч автомобилей в сутки по данному участку. То есть мы мониторили ситуацию по городу Нижнего Новгорода, по областным автомобильным дорогам, смотрели, как происходит разгрузка на этих участках, которые у нас вызывали всегда озабоченности. Это Мега, это Ларина, это Мыза. И надо сказать, что датчики интенсивности движения, которые стоят на автомобильных дорогах, они подтверждают именно транзитный транспорт, который продвигался по этим автомобильным дорогам. В районе 18-20 тысяч автомобилей он уже вышел на обход Нижнего Новгорода. Мы проводили мониторинг и опросы именно транзитных автомобилей, которые проезжают именно конкретно транзитом. Все очень довольны этой дорогой, потому что раньше через город Нижний Новгород автомобилем, который проходит транзитно, проходилось порядка двух часов, чтобы миновать, особенно в пиковые часы, еще больше времени. Проехать город Нижний Новгород, небольшой участок автомобильной дороги потребовался около двух часов. Сегодня мы с вами проверяли, на сегодняшний день порядка 25 минут по третьей очереди, и уже выходишь по объездной дороге города Кстова, выходишь на федеральную дорогу Нижний Новгород-Казань, и спокойно выезжаешь за город Нижний Новгород. Поэтому для нас этот объект очень значимый, и мы рады тому, что именно данная дорога построена. Сегодня наши областные дороги, городские дороги, которые претерпевали очень серьезные нагрузки по транзитному транспорту, тяжеловесному транспорту, на сегодняшний день они разгружены, мы это понимаем. И уже мы начинаем приводить наши дороги в нормативное состояние. Сегодня большую работу мы проводим с федеральным органом по поводу передачи третьей очереди в федеральную собственность, вторую очередь в федеральную автомобильную дорогу, обход Нижнего Новгорода. Уже передана федеральная собственность. И вот сегодня все видят наши нижегородцы, как от улицы Ларина до города Кстова сегодня повыполняют федеральные органы приведения дорог в нормативное состояние, искусственных сооружений для того, чтобы нам этот участок дороги передать в областную собственность. Поэтому мы добились своих результатов, надо сказать, что мы очень довольны. И самый главный вопрос, что решено строительство четвертую очередь за счет средств федерального бюджета. Данный участок автомобильной дороги уже проектируется. То есть проектные работы уже начались, да, получается? Да, проектные работы уже заканчиваются. В ближайшее время проект будет передан в государственную экспертизу. Стоимость данного проекта сегодня ориентировочно оценится в 24 миллиарда рублей. Протяженность новой автомобильной дороги, которая выйдет в районе поселка Горяньково, где-то порядка 36 километров протяженность данного участка. Вот тогда мы будем иметь полный обход Нижнего Новгорода, который, кроме этого, сегодня есть огромные проблемы в районе ВИЧК, как раз в районе работок, участки, которые имеют запредельные уклоны, где у нас возникают пробки, особенно в зимний период времени, во время скользкости на автомобильной дороге. То есть вот тогда будем иметь уже полный обход. Вот вы говорите, что проектные работы, они уже фактически в такой завершающей стадии находятся. А когда начнутся работы по строительству? Об этом можно говорить? Ну, данный объект, как я уже сказал, что будет строиться не за счет областного бюджета, поэтому начало строительства нам мы не можем сказать, потому что не будем являться заказчиками. Но по оценке федеральных органов, проектированность заканчивается в 2017 году, и в 2018 году уже начнется строительство данной уже четвертой очереди обхода. Александр Анатольевич, я предлагаю сейчас посмотреть как раз сюжет, который снимали мои коллеги из службы информации в сентябре, как раз при открытии Южного обхода. Ну, и слушаем комментарии и экспертов, и первых лиц региона, ну и, конечно, для тех, для кого строилась эта дорога, для водителей, для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 15 километров – много это или мало? Для дальнобойщиков, выполняющих регулярные рейсы челноком, 15 километров – обездной. Это экономия двух, а то и трех часов пути и около десятков литров бензина. Пробок стоишь, бывает, по полдня нижний, к столу, а здесь полностью два города минуешь. Уже выйдешь на семерку, здесь уже никаких пробок, ничего. Спасибо большое, что первый проехал по этой дороге. Дорога хорошая, покрытие хорошее и широкое. Светофоры, много машин, ну, едешь по центральным улицам, по этой пульбаской. Ну, город загружен, город намного труднее. Открытие третьей очереди Южного обхода – событие воистину эпохальное. Да и сама церемония получилась зрелищной. Под аккомпатемент губернского оркестра за ретро-карами новую дорогу осваивают ночные волки, спортсмены, лыжи-роллеры и велосипедисты. Особая роль отведена строителям магистрали – дорожникам, их семьям и целым семьям дорожников. Я очень горжусь, что мы открыли третью очередь Южного обхода. Это большая заслуга нас всех. Здорово, что ура, что сегодня наконец-то открытие. Именно про строительство этого объекта. Потому что, наверное, мои одноклассники и их родители тоже будут пользоваться этой дорогой. Говорят, что это здорово. Кстати, за рулем ретро-кара новую обездную опробовал и министр транспорта России Максим Соколов. Глава Минтранса с этой целью специально приехал в регион. Как дорога? Нормально. Аппарат? Да, ездит. А я ездил на таком. У Сергея Халагина. Ему на 50 лет подарили. Министр транспорта привез меня к вам. Я, говорит, не знаю, кто такой Шанцев, но за рулем у него сидел сам Соколов. Ну вот они строили. Настроение хорошее. Объект сдан. Министр транспорта России, обычно сдержанный на похвалу, здесь не скупился на лесной оценке в адрес губернатора, проявляющего настойчивость в развитии транспортной инфраструктуры региона. Особые слова благодарности хочу сказать, Валерий Павлович, вам лично. Всей команде, которая стоит сегодня у руля Нижегородской области, за ту настойчивость в реализации этой цели. И хочу отметить, что это не единственный проект в развитии транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Совсем недавно, в начале года, был открыт замечательный новый терминал аэропорта Нижнего Новгорода. И надеюсь, и даже могу сказать уверен, зная, какими темпами идет сейчас завершение строительства Борского моста, что сквозное рабочее движение транспорта по этому мосту будет открыто уже до конца года. По словам губернатора, качественные изменения возможны, когда работа ведется одновременно в нескольких направлениях. Так, уже сегодня первый автомобиль проехал по дублеру Борского моста, а рабочее движение по новой переправе начнется к концу года. Действительно, задачи стоят перед нами очень большие. Транспортная инфраструктура для города Нижнего Новгорода – это основа основ. Потому что город находится на пересечении двух мощнейших транспортных международных коридоров – запад, восток, север, юг. И каждый год коммерческого транспорта у нас прибавляется на 15%. Если бы мы этого не сделали, через год, через два город Нижний Новгород задохнулся бы в пробках, и мы не смогли бы управлять даже своими внутренними процессами, экономическими, социальными. Поэтому и делали этот проект с полным пониманием, что надо спешить. Спешить на год раньше. Это была просто необходимость. Это общая стратегия развития транспортной системы региона. Мы через год в год последовательно движемся к заданной цели. Данным объектом мы развиваем как раз северное направление. Задача, собственно, помимо таких глобальных, федеральных, связать более комфортно два региона – Кировской области и Нижегородскую, также сделать абсолютно комфортное движение для наших нижегородцев. Эксперты подтверждают, что, несмотря на то, что полностью оценить положительный эффект отвода третьей очереди южного обхода, можно будет только спустя некоторое время перемены заметны сразу. И кто уже ехал на работу по московскому шоссе, приезжая в город, явно заметил, что транспорта стало гораздо меньше. Весь транспорт транзитный, включая и легковой, сейчас идет по южному обходу. Красные зори, пересечения с металлистами, улица всегда там стояла у нас с вами пробка, она особенно развивалась где-то к 9 часам. Но сегодня, как день показал, там движение было плотное, но оно ушло. Если брать с направления Казани, то это в первую очередь, как я уже говорил, Ларина улица разгрузится, ну и Староксовская дорога тоже вздохнет более свободно, учитывая то, что южный обход работает. Как Центр мониторинга загрязнения окружающей среды проводим систематические наблюдения за загрязнением атмосферы. Посты стационарные стоят как вблизи автомагистрали, так и в жилых домах. Предполагаем, что все-таки южный обход, и мы говорили об этом органу власти управления, снизит концентрацию загрязняющих веществ. В перспективе южный обход будет выходить на трассу М-7 в районе поселка Работки. Это будет уже четвертая очередь объездной. Еще 40 километров. Проектная работа, по которой планируется завершить до конца этого года. Ну теперь давайте поговорим о другом крупном объекте, который был сдан 4 ноября. Это дублер Борского моста. Правда, он был открыт только, так называемое, рабочее движение для строительной техники. И, конечно же, нижегородцы ждут, когда это откроется для общего потока транспорта. К лету откроется? Когда все пойдет на дачу? У нас есть контрактные условия по данному объекту. Надо сказать, что это очень серьезный объект. Мы его в 2013 году начали строить, реализовывать. И в 2017 году, в конце июля, то есть до 30 июля, мы должны пустить движение уже по всему объекту. Самое главное то, что мы прекрасно сегодня понимаем, что проблем не пустить данный объект у нас не существует. То есть объект обеспечен финансированием. В текущем году мы очень активно поработали. Было привлечено 3,6 миллиарда федерального финансирования на строительство данного объекта. И на следующий год нам остается необходимо освоить 2,6 миллиарда рублей областного финансирования. С учетом привлечения федерального финансирования, если есть такие договоренности с федеральным органом, что у них еще порядка 750 миллионов рублей будет направлено дополнительно на данный объект. То есть мы высыпаем свою долю областного финансирования, которая будет потрачена на реализацию наших областных ремонтных программ, строительных программ. То есть объект обеспечен финансированием. Конец июля, вот объект в эксплуатацию. Мы абсолютно не сомневаемся, что мы его ведем в те сроки, которые прописаны в программе. А сейчас вот эти строительные работы ведутся в таких непростых условиях погодных, когда вот, например, сейчас на улице очень даже холодно и морозно. Ну, надо сказать, чтобы основные объемы работы, которые у нас были запланированы по освоению, выполнили в погодные условия, которые позволяли температурные условия, сегодня выполняются работы по устройству песчаного основания. Небольшие объемы у нас остались, несколько тысяч кубометров. У нас происходит устройство щебеночного основания, выполняется устройство ливневой канализации в большом объеме, порядка нам сейчас около полутора километров ливневой канализации необходимо. Выполняется устройство водосливных лотков на данном объекте, производится устройство укрепления насыпи земляного полотна на автомобильной дороге щебнем пока без применения бетона. То есть все те работы, которые позволяют именно в таких отрицательных температурах выполнять, мы их выполняем, но для того, чтобы просто нам при наступлении положительных температур максимально выйти с устройства асфальтобетонных слоев на данных участках автомобильной дороги, чтобы в те сроки, которые у нас отведены, ведь в принципе не очень много времени нам остается. То есть у нас остается максимум конец апреля, май, июль, три месяца для того, чтобы нам уложить довольно-таки очень приличный еще объем асфальтобетона на данном объекте, чтобы объект уже подготовить к эксплуатации. То есть работы еще достаточно, хотя в денежном выражении от общего контракта, стоимость контракта 14 миллиардов рублей, то есть нам еще освоят около 2,7 миллиарда рублей. Кажется, вроде немного, но еще придется очень серьезно поработать на этом объекте, чтобы в те контрактные условия, которые у нас прописаны, выполнить его в срок. Ну и еще раз обратимся к видеоматериалу. Опять же, мои коллеги из службы новостей снимали сюжет 4 ноября. Давайте его посмотрим. Пожалуй, самый красивый в регионе, но главное, такой необходимый – дублер Борского моста. Важнейший транспортный проект Нижегородской области готов на 100%. Но все же это только часть глобального проекта – Борской транспортной системы. Начало положили. Сегодня спецтранспорт уже, вы видите, КАМАЗы, груженные песком, уходит с основной трассы и переходит уже на новую трассу. У нас здесь не один мост. Думаете, сколько здесь мостов? Пять. Через Везлому мост и еще пойменные мосты. Плюс развязки какие? Двухуровневые, трехуровневые. 30 июля 2017 года мы все это построим, запустим. Этот мост ноет характер федерального масштаба. И то, что нижегородцы в единстве и согласии совершают такие благосостоянные труды по благоустроению своей родины – это замечательно. Новый мост – двухполосный, протяженностью полтора километра. Автомобиль проезжает его за несколько минут. В часы пик по старому мосту этот путь растягивается до нескольких часов. Водители уже сейчас представляют, как же свободно будет на дороге следующим летом. Что здесь? Вот здесь все сужение, что-то постоянно пробки здесь торчишь. И ну разве 4 часа здесь стоял вообще, с ума сойдешь. Будет нормально. Попадешь в такое время, то сейчас полтора-два в одну сторону. Сколько быстрее будете ездить? В два раза, а то и в три. И, конечно, право первыми проехать по мосту предоставляется тем, благодаря кому это стало возможным строителям и рабочим. У нас тут работает почти порядка 200 единиц техники. Представляете, что сейчас вся техника будет работать только на нашем мосту, а не на действующем. Пока на новом мосту будет только рабочее движение. По нему будет ездить строительная техника. Тем самым она не будет мешать автомобилистам на старом Борском мосту. Облегчить жизнь автомобилистам и новая Борская объездная. Теперь транзитный транспорт не будет создавать пробок и будет объезжать город Бор. Вместе со строителями открывает движение на Борской объездной губернатор. 5 километров и 2 метра дорожного плотна рабочие уложили всего за год. Запуск Борской объездной, а потом и моста Дублера, позволит увеличить пропускную способность в кировском направлении в разы. Жители региона заметили и другие улучшения на дорогах области. Я езжу в сторону Чкаловска, Городца. Вот там объездная, например, объездная города Городца тоже очень здорово помогает. Если раньше надо было ехать по центру города, где тоже есть все эти ограничения, сейчас дорога намного короче, намного быстрее. Безусловно, колоссальный эффект дал вот в эксплуатацию Южный обход. Мы убрали, по сути, весь транзитный трафик в Казанском и Московском направлениях, существенно разгрузив городские магистрали. Со стороны Минтранс России в этом году выделили порядка 3,6 млрд рублей на строительство Борского моста, что, собственно, нам и позволило в эти кратчайшие сроки сегодня запустить рабочие движения по Борскому мосту. А пока на дорожных развязках все работы идут в соответствии с графиком. Они выполнены на 72%. Александр Анатольевич, ну кроме запуска вот таких глобальных объектов дорожной инфраструктуры, проходили и такая ремонтная дорожная компания. Вот что по этому поводу вы могли бы сказать? Ну, у нас как бы ремонтная программа по областным дорогам и ремонтная программа в городе Нижний Новгород проходила. Надо сказать, что быть довольным, конечно, с учетом нашей большой количества протяженности автомобильных дорог, ремонтной компании, конечно, с учетом того, сколько мы отремонтировали, нельзя сказать, что мы бы остались довольными. То есть было запланировано больше? Ну, нет. Мы на сегодняшний день участвуем в таких крупных проектах, которые мы с вами уже обговорили, поэтому достаточно большой бюджет областных денежных средств мы направляем сегодня на строительство крупных объектов. На ремонтную программу, естественно, в том объеме, в котором хотелось бы видеть, естественно, денежных средств не хватает. Мы живем в существующем бюджете, и надо сказать, что мы должны ремонтировать там не менее полутора тысяч километров в год. Ну, я скажу, что мы довольны той работой с учетом существующего бюджета, с учетом того, что мы такие огромные инвестиции вкладываем в строительство крупных объектов. И мы отремонтировали в этом году 300 километров, ввели эксплуатацию. А в целом, если говорить о переходящих объектах, с учетом задела, который выполнен, в принципе, мы практически привели в нормативное состояние по областным дорогам 450 километров. Это хорошая цифра. Это хорошая цифра, но хотелось бы, как всегда, больше, потому что мы понимаем изношенность нашей сети. Но с учетом того, что мы завершили обход Нижнего Новгорода, мы завершаем Борский мост, мы понимаем, что у нас серьезные денежные средства сегодня высвобождаются, чтобы в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году нам усилить как раз именно ремонтную программу по областным и городским дорогам. Ну и еще одно большое мероприятие, на которое тоже идет большое количество средств, это чемпионат мира по футболу 2018 года. Наш город принимающая сторона. Ждем наплыва туристов. И, конечно же, дорожная инфраструктура должна соответствовать, скажем так. Что касается вот тех объектов дорожной инфраструктуры, которые готовятся именно к вот этой дате. Проспект Молодежный сейчас активно реконструируется. Когда планируется закончить эту реконструкцию? По контрактным условиям мы в ноябре месяце, в конце ноября 2017 года должны запустить дорогу эксплуатации. На сегодняшний день данный объект тоже практически 90% финансируется из федерального бюджета и 10% мы финансируем долю областного бюджета. То есть также есть сегодня проблемы, конечно, по освоению данного контракта. Понятно, что он только начинается. Это в городе Нижний Новгород очень большой объем переноса коммуникации. Очень много моментов связано с согласовательными мероприятиями, особенно со скоростными магистралями. Потому что накладка у нас получается автомобильной дороги, наши автомобильные дороги. Планируем мы строим автомобильную дорогу по скоростных магистралей. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день очень большой объем, связанный с переносом коммуникации, практически решен генподрядной организацией совместно с заказчиком. И мы понимаем, что те сроки, которые у нас отведены, мы не имеем права, если говорить, нарушать контрактные условия. Мы понимаем, что к концу ноября месяца мы введем данный объект в эксплуатацию. Ноября 2017 года. А когда закончится чемпионат мира по футболу, пройдет он достаточно быстро, насколько эта высокоскоростная трасса будет востребована у автомобилистов? Мы не говорим о том, что эта трасса действительно высокоскоростная, потому что она проходит через город Нижний Новгород, а в городских условиях скоростной режим, вы прекрасно понимаете, он всегда ограничен в любом случае. То есть данная автомобильная дорога строится для того, чтобы наши болельщики, которые будут приезжать в чемпионат мира, они должны попадать за определенное количество времени до станции метро. То есть этот вопрос как бы для этого и строилась автомобильная дорога, для этого она решала определенные проблемы, которые именно прописаны в соглашении с Минтранцем России по поводу проведения чемпионата мира. Но мы понимаем, что это серьезный узел проспекта Молодежный, как сам по себе. То есть в любом случае данная автомобильная дорога будет являться наследием. Мы получаем новую автомобильную дорогу, которая также проектировалась по генплану города Нижнего Новгорода. Дорога уже была в генпланах заложена в городе Нижнем Новгороде. То есть мы имеем новую автомобильную дорогу, плюс мы уже с привлечением другого финансирования будет еще расшита очень серьезная проблема в районе железнодорожного переезда Петряевка. То есть вы сами понимаете, какая там сегодня напряженность. Железная дорога закрывается, происходит скоростное движение, очень огромные пробки в этом направлении. Тут будет построена еще развязка через железную дорогу. Там будет виадук? Да, там будет виадук, серьезная развязка с выходом уже на федеральную автомобильную дорогу. То есть данный проект планировал строить за счет областного финансирования. Но при проектированной скоростной магистрали изменился радиус поворота скоростного движения железнодорожного транспорта. И произошло увеличение параметров строящейся развязки, как раз в районе Петряевка, на 400 метров. Поэтому именно скоростными магистралями было принято решение данный объект построить за счет средств федерального бюджета. И после строительства он будет передан в эксплуатацию уже собственность города Нижнего Новгорода. То есть мы имеем не только новую автомобильную дорогу, но и развязку в районе железнодорожного переезда Петряевка. Естественно, и полный выход на федеральную автомобильную дорогу Москва-Нижний Новгород. Ну и будет решена вот эта проблема пробок, которые в районе проспекта Молодежного, когда уже подходят к железнодорожной переправе. Это самая главная проблема на сегодня, которая существует, она будет решена с помощью строительства данной развязки. Александр Анатольевич, вот прочитал, что в этом году Нижегородская область, ну и еще три субъекта Российской Федерации участвуют в такой программе «Безопасные и качественные дороги». А что на практике для Нижегородского региона даст эта программа? Это дополнительное финансирование? Ну, однозначно это дополнительно финансирование. Программа, она как бы сама по себе, она такая, по срокам она до 25-го года рассчитана. И цель задачи не просто приведение дорог в нормативное состояние, а как раз уход от очагов аварийности на автомобильной дороге по городу Нижнегород и в 100-километровой зоне вокруг города Нижнегорода на основных магистралях. То есть, что мы здесь имеем? Мы тремя бюджетами, участвует бюджет федерации, федеральные органы нам добавляют порядка, уже в 17-м году мы уже понимаем постановление правительства в ближайшее время документ 1,2 млрд рублей на ремонтную программу. Бюджет области выделяет свыше миллиарда рублей на реализацию данной программы и город Нижний Новгород небольшую сумму выделяет для участия в этой программе. То есть, мы разделили данную программу, как раз и в эту программу попали те распоряжения губернатора, которые он поставил у нас на 2017 год, выделить на город Нижний Новгород 3 млрд рублей на ремонтную программу и программу реконструкции автомобильных дорог в городе Нижнего Города. Это и ремонт дорог. В первом этапе это ремонт, потому что федеральные органы, когда готовили данную программу, они понимали, что выполнить проектные работы по реконструкции, по капитальному ремонту многих автомобильных дорог за короткие сроки не представляется возможным. То, что возможно не представляется, и они дают нам определенный разбег. То есть мы выходим, мы по дефектным ведомостям ремонтируем наши существующие автомобильные дороги в течение двух лет и готовим проектную документацию по поводу реконструкции существующей сети по областным дорогам. Это наши основные приоритетные направления. Это Богородское направление, это Балахнинское направление, это Кстовское направление, это Дзержинское направление. И, естественно, в городе Нижний Новгород строительство приведения дорог в нормативное состояние с помощью ремонта и участки строительства новых автомобильных дорог, которые нам разошьют ситуацию с интенсивностью движения в городе Нижний Новгород. Спасибо вам за беседу. Александр Герасименко, министр транспорта и автомобильных дорог Нижнегородской области, был гостем нашей студии. Благодарю за внимание. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok